С погодой разобрались. Интересно, где сейчас находится Светлана Зиналова? А давай покричи мне. Светлана! Надеемся, что она не улетела. Валеком вместе с вам, что и с ней, и привет. Где ты там? Да, настоящий мужчина, на который мне нужен бестонок. Хочу вам рассказать о очень редком животном. Возится оно в основном в воздушном пространстве. Абсолютно неведовито, легко поддается дрессировке и очень любит человека. Считалось, что этот вид свинер давным-давно. Но недавно он был обнаружен в воздушном пространстве усадьбы Коломенца, где проходит пятый фестиваль воздушных змей. Хочу вам еще раз сказать, Михаила Ласкова, дрессировщик, укоротитель настоящих змей. Здравствуйте, Михаил. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, мы вот демонстрировали спортивный змей, просто на нашем включении, который вот летал, который делает фироэты. А теперь хотим показать настоящий японский змей, где самураи мерили змеями. У кого больше змей, то, собственно, это бюджет. Это самураи. Кто-то самураи. Рада, пойдемте к змею покажем, что же это такое настоящий самурайский немец. Нет. Катакири делать не будем, а просто вот такая разноцветная штука. Ой, запуталась, запуталась. Ничего страшного. Которую мы сейчас будем поднимать в небо. Да, это традиционный японский змей, одна из традиционных форм, которая называется якка или суда. Да, якка. А эти еще бывают? Бывают очень много. Бывают рок-аку, сада, эда, дака. Очень много. А теперь главный вопрос. Где же его взять-то в Москве? В Москве? Нигде. Нигде. Только если обрабануть Михаила. Не надо, не надо, не надо. Давайте поднимем его в воркуп и покажем, как же красиво он взлетит. Итак, ой, мамочки, поехали. Вы, посмотрите, а, прям как-то хочется сказать. Днейки и счастья с завтрашнего дня. Прилетайте к Риме, извиняя. Я вас приглашаю не то, чтобы полетать, а прийти в усадьбу Коломенская в эти выходные и посмотреть на воздушных змеев. Тем более, что шапки, кепки, платочки не понадобятся. Выше поднимайте голову и смотрите в разноцветное небо в эти выходные в усадьбу Коломенская. Света, ну что вы натворили? Теперь и Айна захотела такой вот подарок в виде змеи. Придется мне где-то его искать. Я и дам адресок Михаила, она сможет его, так сказать, оградить, забрать из него. Отличная идея, спасибо большое. Удачи вам, Света.